Просто с языка сняли, Владимир, как раз тема трибунала на Путина, она сейчас набирает популярность. На прошедшей в Гаге министерской встрече к инициативе Европейского Союза приснились все страны G7 и также Молдова и, be ready for this, Грузия. Это вообще парадоксально, учитывая, что там, по сути, у власти пророссийское правительство. Я до сих пор не могу понять. Я гуглил, гуглил, проверял. Так оно и есть. На днях в Гаге завершилась конференция восстановления справедливости для Украины. Министры иностранных дел и министры из 44 стран приняли декларацию о необходимости создания специального военного трибунала для России. Владимир, что вам об этом сейчас известно, какие перспективы, насколько это вообще реально, учитывая, какое все-таки влияние в так называемом глобальном юге имеет Россия и, разумеется, без львиной доли представителей так называемого глобального юга, наверное, говорить будет таимно о том, что все-таки такой трибунал состоится. И есть ли у вас какое-либо сотрудничество, поддержите ли вы с этой структурой? Ну, тут сразу первый комментарий, когда вы перепроверяли позицию Грузии по этой истории. Ничего удивительного, потому что Грузия еще раньше, чем Украина, подверглись вооруженному вторжению со стороны Российской Федерации. Грузия потеряла в результате той спецоперации в 2008 году тех боевых действий часть своих территорий, поэтому какое бы там ни было правительство и какие-то политики, которые так или иначе пытаются избежать дальнейшей конфронтации и пытаются найти какие-то точки соприкосновения с Москвой, чтобы просто не оказаться в ситуации, в которой сегодня Украина оказывается. Но тем не менее, мне кажется, что для большинства грузин очевидно, что их территории захватили, и, конечно, они этого простить оставить не могут, и они понимают, что в том числе и это рано или поздно должно быть расследовано. А по поводу Международного трибунала, я думаю, что перспективы эти очень реалистичны. Как бы Путин, Бортников и Патрушев там не визжали, не рассказывали какие-то там небылицы, не пытались запугать, внутри российского силового блока есть огромное количество образованных умных людей, которые не согласны с происходящим. Какие-то остаются внутри системы, передавая нам информацию анонимно, либо неанонимно. Это и с каждым месяцем число таких людей растет. Есть люди, которые, вот как покинувшие Россию офицеры ФСИН, они просто считают, что они не готовы участвовать в этом фашизме, и они уезжают, чтобы давать показания. Еще большее количество людей внутри системы так или иначе собирает сегодня эти материалы на флешки, жесткие диски, бумажные носители, запоминает и в какой-то определенный момент, когда вот этот колосс на глиняных ногах сложится, и они, в свою очередь, представят определенную доказательную базу и так далее. Почему Путину так важно идти на обострение с Западом, так важно построить вот этот вот какой-то там аналог берлинской стены с тем, чтобы стрелять в спины уезжающих, убегающих. Не зря они сейчас занимаются фактически гостерроризмом. Вот мы знаем про Максима Кузьминова, который покинул вооруженные силы России, улетел на вертолете, передал этот вертолет украинской стороне. Спустя несколько месяцев его убили в Испании. Точно так же, как когда-то они убили Александра Литвиненко, который уехал в Лондон и рассказывал правду про то, что там происходит. Почему Путину так важно кого-то убивать? Ну, страны Запада же никогда не убивают тех, кто уезжает куда-то в какую-то другую страну и занимает позицию против, например. Ну, такие случаи очень редки, но их никто не стремится там убить, настичь. А со стороны Путина, так же, как со стороны раньше Советского Союза, они запросто стреляют в спины тем, кто пытается уезжать. Потому что это говорит о том, что они выстраивают все эти свои империи, основанные на страхе. Они понимают, что за ними правды нет, аргументации нет. И отвечая на ваши вопросы про международный трибунал и про ситуацию внутри системы, я думаю, что наше время, в которое мы живем, это такие последние времена системы Путина. Он ее выстраивал больше 20 лет. Система сдержек и противовесов у него 20 лет подряд работала относительно эффективно и отвечала балансу сил и интересов внутри системы. А сегодня ему просто надоело вот эти камушки налево-направо чашу весов класть, и он решил поиграть в солдатиков и войти каким-то там полководцем и захватить какое-то количество земель, чтобы в учебниках истории оставить о себе память. И он, конечно же, нарушил взятые на себя обязательства перед самой системой. Поэтому системы так или иначе, люди из нее будут уезжать, покидать, передавать материалы, будут свидетели уходить. С каждым месяцем все больше и больше явных прямых доказательств военных преступлений и преступлений агрессии мы сейчас там и наблюдаем. И я знаю, что международное расследование идет такими семимильными шагами по сбору материалов. И здесь нужно не забыть упомянуть все-таки, на мой взгляд, даже не побоюсь этого слова, героизм и подвиги украинских следователей и прокуроров. Потому что, конечно, мы все рассчитываем на ГАГу, мы понимаем, что есть международные инстанции, комиссия ООН, которая собирает информацию. Но на острие сбора доказательной базы полицейские, следователи и прокуроры в Украине, которые, в отличие от европейских и американских коллег, ежедневно находятся под угрозой бомбежек, авиаударов и так далее. И они работают тоже очень эффективно, соблюдая международные стандарты сбора доказательств. Поэтому я не сомневаюсь, что трибунал будет, и он точно не за горами. Ну а мы, со своей стороны, как правозащитники из команды ГУЛАГУ-нет, стараемся делать все возможное, потому что, с одной стороны, мы считаем, что любые вот эти страшные преступления должны быть расследованы, чтобы действительно мы когда-то все могли надеть новые значки «Never again», с тем, чтобы больше не видеть Россию в качестве агрессора, и чтобы от российского оружия перестали гибнуть жители соседних стран. Да и нам самим, собственно говоря, хочется оказаться в мире будущего без войн и с тем, чтобы к нам, к россиянам, к русским относились не как к каким-то там оркам, нацистам и фашистам, чтобы мир тоже понимал, что есть достаточно большое количество людей и внутри России за ее пределами, которые не уважают и не разделяют позицию Путина и его окружения, которые считают его убийцей, государственным террористом, ворюбой и коррупционером, и военным преступником. И, собственно говоря, и те люди, которые внутри системы покидают ее, либо оставаясь внутри системы, отправляют нам файлы, они как раз тоже вкладывают свою лепту в то, чтобы преступления путинского режима были осуждены. Субтитры создавал DimaTorzok